Мой проект называется «Юные таланты России». Этот проект начало своими с 2010 года, когда мы ездили по всем малым городам и без поддержки глав городов Министерства культуры делали спектакли нашего театра и со специальной поставленной заранее хореографией для юных детишек, ну, хореографических школ, студий, мы занимали всех по максимуму, то есть у нас в спектакле участвовало где-то 100-150 детей. В этом году я решила, как сказать, возобновить этот проект и сделать его немножко перевести на другой виток. Во-первых, данный проект мы будем проводить пока только Тверская, центральный, в общем, центральный округ, да, федеральный, потому что, к сожалению, не хватает сил, чтобы двинуться немножко дальше. Мы охватили пять городов Владимира, четыре города Смоленской области, Тверской области мы пока сделали только три города. Мой проект направлен на развитие, как бы духовное развитие детей. Данный проект, в принципе, у меня достаточно многогранен, то есть я бы хотела вернуть ту традицию, когда руководители Академии хореографии профессиональных выезжали в области и искали юные дарования. Вот, собственно, для этого, это одна из задач моего фестиваля, да, так как я имею свой педагогический состав, и в апреле следующего года мы планируем привести педагогов КИТИСа, педагогов Московской академии, звезд Большого театра для проведения мастер-классов с этими детьми, перед тем, как они будут выступать, танцевать с нами на одной сцене. Еще одна цель моего проекта, это, как сказать, привлечь максимальных зрителей России, да, нашей страны, привлечь к пониманию, что такое балет, к воспринятию этой музыки, к нашей классической, да, знать, кто такой Чайковский, кто такой Прокофьев, наши все шедевры, как бы, классического балета, и тем самым внимать вообще духовный уровень нашего населения. У нас будет спектакль в Вышнем Волочке, вот мы сегодня были в драматическом театре, и они захотели два спектакля, утром и вечером, мы показываем это 27 октября, потом 24 мы показываем город Держев, и 13 ноября в 5 часов вечера наш спектакль состоится здесь, в Вашем прекрасном драматическом театре, который сейчас обновляет, там новый планшет сцены. Мы ждем всех, всех жителей Твери и Тверской области посетить наши спектакли. Еще одна грань, почему я стала заниматься таким проектом, как мне кажется, что население нашей страны, оно достаточно большое, обширное, да, и мы не успеваем, как сказать, заниматься воспитанием, наверное, нашего зрителя и наших людей, вспоминая наших бабушек и дедушек, какие они были патриоты, очень хотелось бы вернуть вот эту гордость за страну, потому что мой коллектив объехал полмира, и у нас где-то 120-150 спектаклей по городам Европы, по городам Мексики, по городам, мы едем на Кипр, в этом году и в Эмираты, и видя, как встает зал после нашего спектакля любого, и как бы меня, например, захватывает дух, я очень горда, что я родилась в своей стране, что я русская, и другие страны встают и аплодируют нам. И мне бы очень хотелось вот этим путем, когда мы будем проводить мастер-классы, мы будем проводить многие, да, там, и совещания, и вместе какие-то, как может быть, там, уроки для чего искусства и так далее, я бы очень хотела, чтобы люди понимали, что это гордость нашей страны, а когда ты гордишься, ты развиваешься патриотизм к своей стране, то, чего не хватает. К сожалению, сейчас люди теряют интерес к тому месту, где они родились, а где родился, там пригодился, очень хочется, чтобы это люди понимали, и, возвращаясь к нашей русской классике, люди должны знать, что это, это, это продукт нашей страны, это гордость, весь мир встает перед Лебединым озером и Чайковским. И вот, собственно, еще одна из целей моего проекта.